80 рублей квад. Всем привет, мы едем в Рыбинск. Восьмой вабон. Пошли, 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 пошли. Сейчас будут разборки. У меня 33 место, и у мужчины 33 место, и вот сейчас непонятно, что будем делать. Вагон меня уносит дальше с каждым мигом. Прошу, не забывай меня, где бы ни был. Нас в этом виде видел лишь дождливый Питер. Счастливые, как в книгах. Нам попался немножко старый вагон. Все отлично, мужик просто перепутал вагон. Маша пытается разобрать кровать 2.0, как в Туле. Маша пытается разобрать кровать. Я голову потеряла. Восточный вокзал. Привет, Егор. Будем сейчас разбираться. Маша кушает. Егор слушает. Видимо, Магенштерна, судя по его лицу. И мы поехали. У нас здесь атмосферненько. Чаек, чипсенька. Соседний вагон суперкрутой. Вагон номер 7. Наш вагон номер 8. Мы ошиблись на один вагон и едем в достаточно старом. Наверное, кому-то он не очень понравится. Это мне нравится атмосфера и все такое. Поезд из Москвы в Рыбинск идет 12 часов. И если до Кимор, что в Тверской области, он еще идет более-менее резво, то после уже начинается Савеловская глухомань, где он идет где-то 60 км в час. Плюс он заезжает в Углич, поэтому получается аж целых 12 часов пути. Оба спят. Я один гуляю. Для тех, кто любит красивые виды и не спать по ночам, вот еще одно интересное место. Калязинская колокольня, которую можно снять прямо из поезда. А это Углич. Кстати, ролик про Углич, вы можете посмотреть у меня на канале. На него я, разумеется, оставлю ссылку в описании. А еще на ролик про Калязин, вдруг вам будет интересно. В общем-то, где-то 8 утра, мы не спеша встали, позавтракали и были готовы гулять по Рыбинску. Дачный провинциальный пятивагонный поезд оказался хорошей идеей добраться до города и выспаться. Но я с ними не буду. Да, держи. Дед, не хочется оттуда спускаться вообще. Добро пожаловать в Рыбинск. Кто-то собрался, кто-то не собрался. Я собрался, я собрался, нет, у них собрался. Ты так пойдешь? Ну не собран. А в чем проблема? А какие-то вопросы? Мы приехали. Ладно. Рыбинск, ребят, Рыбинск. Наш поезд. Так, дом художников. Кульский костюм. Егор. Егор, улыбаемся и машем. Да. Вот так вот красиво. Одна из фишек Рыбинска, о которой я даже рассказывал в прошлом ролике, это то, что в центре большая часть вывесок выполнены в едином стиле, и это выглядит достаточно прикольно. Ну а между тем мы подошли к Красной площади, главная площадь города. Чёртый Ленин? Да. Посмотрим на Ленина? Да. Да. А это Краеведческий музей. В каждом городе должна быть улица Победы. И памятник Ленину. А так красиво выглядит Спасо-Преображенский собор. Сейчас мы будем проходить квест. Шторку опускаешь, циферки набираешь. Оцениваем апартамент. Так, ну вообще выглядит вполне себе прилично. Заселившись в апартаменты, мы решили поехать на пляж. Вот автовокзал. В автобусе не было места, поэтому... Поэтому мы едем на такси. Чтобы вы понимали, до хорошего пляжа на Рыбинском водохранилище ехать минут 30. Поэтому такси нам, конечно же, обошлось дорого. Итак, продолжаем. Нас такси привезло куда-то, где вот такие вот дороги. Мы идем на пляж. Добро пожаловать на Рыбинское море. Кстати, Рыбинское водохранилище действительно иногда называют Рыбинским морем. Посмотрите сами, разве не похоже? Вода здесь чистая, достаточно теплая. И камней много только вот там, где мы купались. Потому что на нормальном пляже было очень много людей. Все, мы искупались. Тут начали собираться тучки, поэтому мы сваливаем. Вот такой вот прикольненький дождик. Так, доброе утро, мы выезжаем. Все, идем. Ага, ага. Ты реально надеешься нормально после? Нет, серьезно? Фигур пошел к Ленину. На второй день мы снова пошли гулять в центр и на этот раз уже зашли в Рыбинский музей избавления. Где-то полдня мы еще гуляли по центру города, по набережной, а потом пошли на вокзал. Короче, мы немного погуляли и приехали на вокзал. У нас уже через 35 минут поезд в Ярославль. А вот и наш экспресс-чайка. Вагоны удобные, поезд едет очень быстро, всего один час вместо двух с половиной на обычном пригородном поезде. Уже в шесть вечера он привез нас на вокзал Ярославль-Главный. Проезд в общественном транспорте здесь не очень дорогой, всего лишь 30 рублей за поездку. Мы приехали и сразу пошли заселяться в апартаменты. Ладно, эти апартаменты гораздо лучше, чем в прошлых. Логичка, чай, сахар и нож. Самый идеальный набор. Вот такой вот у нас вид. Вечером мы решили немного погулять по городу. На какой мы остров идем? На Даманский. Короче, это оказался парк аттракционов. Но вот здесь есть такой вот мемориал, память. И если не считать, что здесь в центре парк аттракционов, то, в принципе, отсюда неплохой такой вид. Все, выезжаем, пошли. Полотенце. Последний день в Ярославле обещал быть более-менее продуктивным. Сначала мы пошли в Ярославский Кремль и купили билеты на смотровую площадку. Она находится в звоннице с церковью Богоматери Печерской. Идем на смотровую площадку. Отсюда открывается хороший вид и можно сделать много прикольных фоток. После посещения Кремля мы решили пойти покататься на корабликах, но потом увидели, сколько людей набивалось в теплоходике и передумали. Вместо катания на корабликах мы решили пойти посмотреть на шоу-макет «Золотое кольцо». «Золотое кольцо» шоу-макет. Плюсы. Крутой макет, все очень продумано, очень интересно. Есть кнопочки, которые можно понажимать. В общем, все, хотелось поснимать, пофоткать. Реально очень крутой макет. И большой главное. Минусы. Недешевый билет и много народу. Кстати, еще плюс. Нам выдали бесплатный аудиогид, в котором рассказывалось про каждый город, который есть здесь на макете. Здесь все двигается. Поезда, машины и даже люди. А еще есть большой центр управления, где сидят работники макета и следят за всем этим. Конечно, здесь двигаются не все люди и не все машины, но здесь все очень продумано и очень хорошо сделано. А вот это, например, НЛО в поле. А вот крутая имитация воды, которой тушит пожар на кораблике. Вот мужики пьют. После посещения макета мы быстренько перекусили и пошли купаться на пляже в Волге. Не знаю, всегда ли здесь так, но вода была холоднее, чем в Рыбинском водохранилище. Может быть, из-за того, что был не солнечный день. Несколько людей купаются. Вот в выходные здесь очень много народу. А в будни так мало. Ну, может, это еще из-за того, что солнца мало. Мы просидели на пляже практически до конца дня, а в 7 вечера у нас уже был поезд в Москву. Вокзал. Хочешь что-то сказать? Не подписывайтесь на этот канал. В пути мы были 3,5 часа, нас покормили, нам дали какой-то наборчик, и уже в 11 вечера мы были в Москве. На этой чудесной ноте мы заканчиваем ролик. Ты снимаешь, ты что, милиционер? Я не сниму. На этой чудесной ноте мы заканчиваем. Никто не пострадал, все мир померяны. Мы хотим купаться. А Ленина мы так и не посмотрели. Ваш блогер обманщик. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Егор. Что, Ленин? Да. Посмотрим на Ленина? Да. Егор пошел к Ленину. Мы-то не дядя вам, не пикапом. Он врет, мы Ленина не видели. Пописать-то можно? Так, продолжаем. Реально надеешься нормально поснимать? Оптичка. Нет. Нет, серьезно? Что, я докладный? Но сейчас нет. Я хлею, он смотрит. Что? Вот, прекрасно. Прекрасный кадр. Это просто ленивая жопа. Не подписывайся на этот канал. Снимаешь? Ты что, милиционер? На этой чудесной ноте мы заканчиваем. Никто не пострадал, все мертвые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!